Сын Божий, помилуй нас. Мир вам. Мы сюда пришли, чтобы рассказать о Боге. Чтобы люди приготовились к правильной смерти, чтобы в ад не пошли. Что на землю сошел Сын Божий, Христос, умер за грехи людей. И чтобы человек поверил в это, попросил прощения. И жил для Бога. Вас как зовут? А вот зайдите на наши ресурсы, это Ютуб, а внизу моя фамилия и имя. У нас на Ютубе 14 тысяч наших видеороликов. А меня зовут Кевин. Как? Кевин. Кевин? Кевин. А кто вы по нации? Это кто вы? Англичанин. А как же, в России находитесь? Ну, я всю жизнь живу в России, я родился в России. У меня отец живет в Лондоне, а мама тут в России. Так, понятно. Вы английский язык хорошо знаете? Нет. Я всю жизнь прожил в России, я один раз только был в Лондоне. Понятно. Понятно. Вот, я хотел сказать, в прошлые годы писали, где-то в Англии, ну, русское посольство там. И дети ходят в школу. Ну, отец решил узнать, как ходят в школу. А он, ну, как начинается урок. Она говорит, приходит тетя Елена, и она нам о Боге рассказывает. А он коммунист. Он говорит, еще лучше. Понимается. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господь сказал, что он не рожден и не был рожден. Не родил и не был рожден. Какой ты сын? Сходу. А вы зачем находитесь на этом чате, рулетка? С какой целью? А вы? А вы? Я отвечаю. Мы для того, как православные проповедники, сказать людям о той беде, которая настигла человечество. Чтобы подготовить к жизни вечной. Чтобы в ад не попали. Знаете, будет еще хуже. Да. Будет еще хуже. Лучше не будет. Будет еще хуже. Еще грязь это все идет, 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 идет. Вы только сейчас будем говорить, не ругайтесь спокойно так. Нет. Слава Богу, я не ругаюсь, матер. Ну, прекрасно. Говори. Да. Мы зашли-то в чат рулетку, чтобы рассказать о Боге, о Создателе. О том, что... Да, давай. Я подискусирую с вами. Давайте. Послушаю. Буду очень внимателен. А мы возвещаем только. Мы зачем дискутируем? Мы говорим, мы знаем истину, и ее возвещаем. Согласно Евангелия, Слово Божие. А Евангелие был от хальки с подвижников Иисуса Христа, мир ему переписан. Расскажите-ка мне. Не переписан, а написан. Четыре евангелиста. Сколько? Четыре евангелиста. Четыре. Перечислите. Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Вот у нас Библия. Павел. Павел избрал, когда уже восьмая глава Деяния Апостолов. Он гонитель был. Первомученик Степана его убивали, а он одежды стерек. Павел не был никогда евангелистом. Он проповедник, миссионер на весь мир, самый великий. Но он не был евангелистом. Четыре. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Хорошо. Где в Евангелии сказано, чтобы Иисус Христос, мир ему, говорил, что поклоняйтесь мне, спрашивайте что-либо у меня. Где это написано? Пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Определенный говорит. Вы молитесь Богу, а я и Отец – это одно. И далее. О чем не попросите, знайте, то получите. Об этом говорится в 15 главе Евангелия от Иоанна. Вот где это сказано. Определенно. И когда его стали преследовать и говорят, ты себя делаешь равным Богу. То есть они увидели, что он говорил о себе. И Бог явился... Это от одного Луки? Бог явился во плоти, показал себя ангелом, проповедовал в народах. Потому что определенно он есть Бог. 1 Тимофея, 3,16. Апостол Павел тоже об этом говорит. У вас что-то тут закрывает эфир? Это маленькая рука или что тут? Как-то... Да, да, это я держу телефон. А, ну хорошо, так, чуть в стороночку маленько. Он телефон держит. Так. Я вот вас прошу, скажите, вот вы нас увидели, что подумали? Ну вот, в принципе, так и подумал. Так. А вот вы на меня смотрите, как думаете, сколько мне лет? Знаете, вам около 70. 80. Слава Богу, у меня бабушке тоже 88. Так. Но она уже... Она сломала 10 лет назад. Смотрите, вот это наш YouTube. Открытым оком во свете Библии. 14 тысяч роликов наших там. Если добавите к этому слову сайт, выйдите на сайт. Добавите форум на форум. Если зарядите мое имя, фамилию, можете в скайпе поговорить, зайти. Вы себе как-то пометьте это. У нас очень богатые ресурсы. Очень. Вот мы строим с нуля православную деревню. С нуля. Понятно. Качества какие у человека должны быть? Что он должен доказать? Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Мы первый разговор с ним тогда ведем. Понятно. С нуля. Это Алтайский край. Мы в Барнауле. Ясно, ясно. Вот. Насляет нас всех Господь на истинный путь. Да, я проповедовал. Меня власти гнобили. Я пять тюрем прошел. Только в 76-м освободился. Логопор. Вот в 87-м сказать. Вот почему. Потому что Господь сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Меня слушали, будут слушать и вас. Мне вот Господь позволил, я в пяти университетах вел занятия, в отделах милиции, воинских частях, три радиопрограммы, написать 38 книг. Я решил их подарить библиотеки мира. И мы из Барнаула прошли до Владивостока. А потом прошли в тот конец до Лиссабона. В Турцию прошли. В Скандинавию, в Прибалтику. 650 городов. Подарить пришлось. Везде подарить 38 томов. И мы людей видели. И скажем, что положение, которое было даже после войны, сегодня намного хуже. Люди Богом не нуждаются. Мало-мало слушают, где мало совсем. Да, сейчас для них деньги – это Бог. Да. Так и написано. Корень всех зол – серебролюбие. Корень. Богач один. В Евангелии написано, каждый день пишется блестательно. Слуги у него, все. Оказался в аду. А теперь увидел праведника, который нищим у ворот лежал. Ему хлеба не давали. Его псы лизали, раны его гнойные. А теперь просит, прохлади язык. Я мучаюсь с пламени всем. Ну что там, через пропасть будет. Однако участь такая. Ты получил доброе в жизни твоя, а лазарь – злое. Ныне он здесь утешается, а ты страдаешь. Поэтому олигархам не надо завидовать. Их печальная участь. Главное, чтобы все на благо шло. Да. Средства – это всего лишь просто, как сказать, все вот это богатство – это средства для воплощения или хорошего, или плохого. Ну, если хорошее будет он искать, то у него денег не будет. Потому что везде нуждаются. Абсолютно. Он все будет на это тратить, конечно. Конечно. Написано, продавали имение и возлагали к ногам апостолов. И никто не считал своим. Общие трапезы были. А сегодня... Вот у нас в семье 10 детей было. 5 сыновей, 5 дочерей. Отец в фронт пришел, руки нету. И мы никогда не слышали, чтобы кто-то Навальный или кто-то назвали на площади митинговать. Ни одного слова не слышали. Работали и все. Отец с матерью полкласса не кончили вместе. А нас всех учили. 10 детей. А сегодня... Почему русские землю отдают другим? А она пустая земля. Вы знаете, пришла газета «Комсомольская правда». На развороте написано. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня 650 миллионов. А нас 100 миллионов не могут набрать. Полмиллиарда сожрал змей. А ему поверили, пошли за ним. Давай, грабь награбленная. Ясно. Надо жить скромно, идти на благовестие, проповедовать Евангелие, чтобы грешники спасались. Что за наши грехи умер Христос. Кровь Его святая омывает нас от греха, от всякого. Жить для Бога, по заповедям Его. А не просто сидеть. Даже уверовал, на месте не сиди. Это зарытый талант будет. А за это Бог спросит. Ясно. Спасибо. Я побегу. Давайте. Беги у нас. Давайте. Дай Бог, увидимся. Настоит нас всех Господь на истинный путь. Аминь. Что интересно, когда мы разговариваем с кем-то, все торопятся куда-то, как попы наши. С кем ни заговоря, они все куда-то торопятся. А никуда не торопятся. Господь говорит, ежедневно, постоянно вникайте в Слово. В себя и в учение. В себя и в учение. Сравнивай. Так поступаешь, спасешь себя и слушающих тебя. До свидания. Аминь. До свидания. Аллилуйя. Сыне Божие, помилуй меня грешного. Все. Господи, благослови и помилуй. Мир вам. Да. Мы пришли с миром Христовым. Православные проповедники. Так, послушайте. Только не ругайтесь, сейчас это будем говорить с вами. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Ну а зачем это делать именно в видеочате? Для того, чтобы Господь, говорит, я пришел призвать неправедников к покаянию, а грешников. То есть здесь... Нет, я просто говорил о том, что в видеочате довольно маленькая аудитория. Зачем в видеочате? Господь положил нам на сердце именно здесь проповедовать. Потому что здесь люди в большей части находятся во грехах. Разврат творится, то, что мы видим здесь. И для этого Господь говорит, идите проповедовать Евангелие всем, независимо. Где это? Видеочат будет ли? Или где-то в другом месте в интернете? Забочательно. Если у вас какие-то вопросы есть, можете задавать свои. Главное это проповедь о Христе. Что Он умер за наши грехи по Писанию. И верующий в Него имеет жизнь вечную. А неверующий жизни Божией не увидит. Он в ад идет, в огонь после смерти. Мне сейчас интересно, я, конечно, все понимаю. Бог, все дела. Вы христиане, да? Да, мы православные христиане. Православные христиане. Да, не сектанты. Вот смотрите, как вы относитесь к католикам? Ну, как относитесь, у нас тут есть католический костел, у них есть. Католики – это церковь. Но со многими заблуждениями. Но у них есть рукоположение от апостольских времен. Поэтому к церкви относятся православие, католики, григориные армяны, копты и сирийцы. Все. Остальное все это уже не церковь. Ересь. То есть вы считаете католиков христианами тоже? А как же еще? Я не могу и считать. Я могу сказать, что у некоторых, знаешь, есть некий миф насчет их. Нет. Мы имеем друзей католиков, прекрасных людей. Мы ездили. Вот у меня 38 книг вышли из печати. И мы с миссионерской поездкой проехали от Тихого до Атлантического океана. Я подарил папам книги свои. Венедикту и Франциску. В Ватикане были. Это вы можете найти все на нашем ресурсе. Вот это называется «Открытым оком во свете Библии». Это YouTube. А если под эти слова слова «сайт» под сайте, попадете на сайт. Если открытым оком во свете Библии, форум на форум. А если по скайпу поговорить, вот мое имя, фамилия. Замечательно. Все вопросы, которые я хотел узнать, я задал, я пойду, получается. Так, у вас вопросы есть какие духовные для вас? Он, говорит, все задал уже. Больше ничего нету, да? Да. А вы Евангелие имеете дома? Библию, Новый Завет. Не знаю точно. Я не узнал области. Я не верую. Я ничего не имею против религии, но я просто не верую. А неверующий? Ну, а неверующий-то в ваду будет гореть. Он не спасется. Как так? Я не верю. Ну, если... Жизнь все равно идет. Смотрите, если вы правы, то я буду гореть в ваду, если я... Ну, так мы должны заботиться друг о друге. Если я буду прав, то я буду прав, как бы. Потому что жизнь без Бога, она пустая. Я не имею против веры. Я просто не верую. Ну, так это не просто. Написано, бесы веруют и трепещут. Еще хуже бесов. Бесы веруют. Они на небе были, Бог сбросил их. Они ангелы были, превратились в бесов. И написано, бесы веруют и трепещут. А кто же ты такой, что хуже бесов стал? А я человек просто не верующий. Я не верую. Да это значит... Человек не верит в Бога. Не в христиан, а не в другие великие. Ума-то никакого на это не надо. Да, может быть, я не прав и буду гореть в аду. Давайте так поговорим. Попомним мое мнение. Ну, вы знаете, что на земле 2 миллиарда христиан. Хорошо ли, плохо они веруют, что Бог есть? 2 миллиарда мусульман. 2 миллиарда христиан. Я ничего не имею против их. Да не против. Я просто не верую. Ну, сам себе-то сравни. А кто я такой? Не верю. Почему? Потому что делаешь недобрые дела. Делаешь недобрые... Нет, потому что я верю в науку. Наука какая? Вот и все. Какая наука-то, от которой страдаем? Наука, которая нам помогает узнать больше о мире. Ага. Чем? Ну, это правильно, что больше узнали. Более объективный взгляд. Религия смотрит на взгляд под одним углом. Наука смотрит под другим углом. Я рассмотрел все эти взгляды и решил, что более мне приятен взгляд именно науке. Это и так. Знаете, это напоминает Павлов, лауреат Нобелевской премии. Физиолог Иван Петрович. Ну, времена революции. Он сидит на скамейке в саду и считает Евангелие большое. Матрос рядом громила. Сел рядом, заглянул и видно, там написано Иисус Христос. Батюшка, а что ты считаешь? Он говорит, Евангелие, сынок, считай. Эх, темнота! Ну, что? Вот такое... Я вообще не могу поговорить по нашу ситуацию. Неверующий человек это крайне ограниченный. У него никакого полета мысли не может быть. Вы ни на одного ученого, ни верующего не назовете. Ну, скажите, вот вы находитесь в чай. Посмотрите, а человек, который перешел на нашу веру, он может теперь думать шире? Думать что? Думать шире. Который перешел на нашу веру, человек, он может думать шире? Шире? Да шире-то некуда. Мы мыслим всеми категориями науки. Что в астрономии, физиологии. Вот у нас врач краевой больницы, юрист высокого класса, программисты. А мы не подземные какие-то там пензенские затворники. Нет, я не об этом. Вы просто сказали, что неверующие мыслят узко. Неверующий человек уподобляет себя пустому сосуду. Мне вопрос в том, те люди, которые изначально мысли узко, как вы говорите, и перешли все же на веру, то они будут мыслить шире, да? Они будут в аду гореть, потому что они приняли больше. Нет, мы не поняли. Все, все. Он говорит, люди, которые были неверующие, по вашим словам, они мыслили узко. Но когда они становятся верующими, он спрашивает, а что, они будут широко смотреть на все? Да сравнивать даже не приходится. Он доверяется Богу. И он в откровении видит, что человек неверующий, он думает, а как думать, дальше он не знает. И вот он начинает, изобретали швейную машинку. И он все время молился, изобретатель. Я, говорит, не знал, как двинусь, а то он сам о себе говорит. И вдруг вижу, во сне идут копьеносцы, и копье, где заостряется, и там дырочка. Он понял, что ушко надо с другой стороны сделать-то. И получилось. И вот когда читаешь, в откровении, это во сне людям открывает Бог. Он верующий. Вдруг открылось. Вот возьмите. Кто изобрел мобильный телефон? Человек. Я не особо изучал это. Да это нечего. Речь идет о миллиардах людей, которые пользуются телефоном. Да, я знаю, но я просто еще не изучал тему. Ну вот, говорите, я наука, у вас даже поверхностного взгляда нет. Это Мартин Купер. А он молится Богу. А кто изобрел интернет? Тим Бернерс Ли. Я начальник детского лагеря, 45 лет. У меня дети это все знают абсолютно. А вот вы находитесь здесь в чат-рулетке. А кто изобрел эту чат-рулетку-то? Я не знаю. Это мальчишка, мальчишка, 17, школьник, школьник. Я говорю, школьник, ему 17 лет, он двоечник. Я говорю, учился на двойке. А вот сделают вот этот канал грязи, канал порока, разврата. Здесь все, что хотят, делают. Их никто не заблокирует, ничего. Это мусор... Вообще-то нет. Тут есть определенные правила, за которые можно пожаловаться. Но вот здесь мы туда спустились, на это дно адово, чтобы людям рассказать о Христе. Вот вы нам попались, может быть, задумаетесь. Я как? Что? Я не услышал. Задумаетесь. Начнете думать о своей жизни-то. Мы должны вас потревожить. Видите, ваши знания крайне ограничены. Вот, знаете, был такой... Выключается ограниченность. Да, вы привели нам примеры тех людей, которые с помощью веры или... Ньютона как звать было? Веры, но создали и изменили мир. Ньютона как звать было? Это не доказывает в том, что человек, который не верует, он ограничен. Так, Ньютона как звать было? Как? Ньютона как звать было? А... Ньютон... А что он изобрел? Ньютон? Да. Он вроде как полтинника. Исаак Ньютон что изобрел? А, Исаак. Прошу прощения, перепутал. Он открыл гравитацию. Замечательный физик. Это не теоремы Кориолиса. Это не формула Герона. Это дальше. И его друг спрашивает, говорит, ну ладно, ты закон тяготения разъяснил. Но ведь везде есть торможения. С такой космической скоростью летят планеты. Ну почему они с такой точностью? Мы по ним сравниваем сейчас. Вот знаете, есть часы, которые за две тысячи лет дают поправку на одну секунду. Но они почему-то должны были сверять-то по звездам. По звездам определяются. А кто их делает? Не надо ждать, когда родится второй Исаак, который скажет то, что я сказал время от времени. Великий часовщик Бог подводит часы, чтобы не останавливались. Вот и все. Я, конечно, все понимаю. Вы привели замечательные примеры. Но это никак не отвечает на вопрос. Можно, пожалуйста, конкретно ответить? Более конкретно. Ну, один вопрос получил ответ, на второй получил. А вы говорите, я наука. Я не наука. Я занимаюсь Библией. Вот приехал у нас тут... Замечательно. Я ничего не имею против Библии. Я уже много раз говорю, что я не против верующих. Я просто не верую. Я вам какие-то претензии предъявил. Да нет, вы сами... Нет, вы прерываете. Но вы слушаете. Один вопрос. Вы мне отвечаете. Я вам сейчас отвечаю где-то, а вы прерываете. Написано невеждо, кто не дослушав конца, прерывает. Вы слушайте внимательно. Вот здесь приехал профессор с Венгрии. Мы в Сибири живем. И он занялся сибирскими кедрами. Это очень интересная наука. Ну, его спросили, вот какие у вас знания? Он говорит, знаний никаких. Я только Библию считаю. А как? Он говорит, слово его твердо, как луна. Вот я разобрал теперь, что такое луна, тяготение, что там астронавты нашли. Дальше говорится, мы все ветви виноградной лозы. Я про виноград должен все знать. И вот там написано, говорит, и полетите, как орлы. Я про птиц, про орлов должен все знать. У него огромные знания. О чем говорил Отто Юлий Шмидт, исследователь Севера. Мы должны знать полезное. Главное, познать жизнь, спасти душу. Виктор Гюго пишет в романе «Отверженные». Вы какой язык знаете иностранный? Я лично? Да, лично вы. На каком языке можем сейчас разговаривать? Я сейчас изучу английский. Английский? И русский. Русский? Родной и английский. Ага. Ну, это хорошее дело. Потому что человек не знает, что с ним будет дальше. Ты можешь оказаться где-то. Вот было такое у грузин. Он княжеского происхождения. А ему специально сдали. Какую? Ткать ковры. Но случилось во время битвы, он попал в плен. И он там сидит в яме и говорит, ну что меня кормить это? А они ждут за него выкуп. А никто не знает, куда ехать-то. И он говорит, дайте мне нитки там, все такое, я буду. И он ковер соткал. И купец появился, его подвели. И он говорит, стоимость такая. Но если вы пойдете туда, показал, через горы, там есть государство одно. Но вы узнаете, страна Георгия. Если вы к царисту попадете, и ковер она купит у вас очень много, ты будешь богатый человек. Он так и сделал. Не показывает, говорит, один человек в яме сидел, он сказал вот так-то. И показал. А у него там грузинские буквы, они как сервяки-то. И он написал, я у персов сижу в плену. Поскорее выкупите меня, мне очень тяжело. Она снасила экспедицию, там, что за него выкуп, все дала и выкупила. И вот это одна специальность, умение. Она вызвала его. Так, я если знаю священное писание, мне путь открытый везде. Где бы я ни был, я в Америке много ездил, с книгами, вот я проехал от океана до океана. Это путь открывает, я верующий. Я с королями, с царями могу разговаривать. А не зная это, я бы ничего не знал. Быть верующим – это прогресс. Вот о чем говорит Достоевский в романе «Братья Карамазовы». Если бы доказали, что Христос и истина противоположная, я бы остался со Христом, нежели с истиной. Вы, неверующая жизнь, мы можем судить. Вот он 26 лет обратился, он эту жизнь знает. А вы, если верующим не были, вы не можете судить. А нас никто не может судить, а мы обо всем можем судить. Ну, прошу прощения, конечно, но я вас не судил. Нет, нет, вы не судили, вы сами себя судили. А мы хотим вам помочь. Без веры во Христа, который вас возлюбил, вы в опасности. Слушайте, а каким образом, я немного прервусь, а каким образом я себя судил? Что, по какому образом? Он не может понять, что значит, сам себя судил. Вы сказали, что я не верующий, веришь в науку, то другое. Это означает, верующим в Сына Божий иметь жизнь вечную, а не верующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Ты себя обрек на это, на вечное мучение в аду. Ты сам себя осудил. То есть своим произволением. Да, почему? Хорошо, то есть я словами, по сути своей, сейчас испортил себе будущее, я не знаю, за огромную жизнь, получается. Вы отвергли протянутую Христову руку. Мы сидим пленники. И пришел указ президента или короля открыть темницу. Один говорит, а я не верю в это. Я убил трех человек, а меня выпускают. Это нарочно делают. И он не вышел. Кто виноват? А остальные вышли. А он один не вышел. И остался сидеть пожизненно. Вот так, в таком положении грешных. Мне хотелось бы еще спросить одну вещь. Вы говорили про какую-то абстрактную жизнь, что верующие... Нет, вы привели пример, при котором вы говорили, что вера составляет человека найти жизнь. Вопрос в другом. Может ли найти жизнь человека, который не верует, но не в религии? Допустим, человек неверующий и хороший. Проще выразимся. Может ли быть? Может. Но написано в Библии, всякое доброе даяние от Отца Светов. Господь делает хорошую кошку, мы гладим. А она животное. Она ластится. Она продляет жизнь нам на три года. Это уже доказано. Ну, белый Бим, черное ухо, Троипольского. Видели фильм? Бим. Ну, вот, прекрасно. Так, и поэтому, если человек неверующий делает, Господь вкладывает в него это. И доделающий добро идет к Свету. Он обязательно должен задуматься, перед смертью покаяться. Добрые дела его побуждают. За него молятся люди, благодарят Бога. А у неверующего ничего нет. От репе земли пыль в вихре ветра, солома разгоняемая ветром. Поэтому веруйте, примите Христа своим другом, спасителем. И скажи, Господи, прости меня. Ты пролил кровь за меня, а я не верю. Прости. У тебя впереди будущее будет. А ты погибнуть можешь сегодня или завтра, как любой из нас. А за гробом вечность, конца не будет. Назад нам не возвратиться. Так, мы уходим уже сейчас. Мы желаем вам блага. Признать Христа и жить с Ним. Вы показали Ему? Мы вам показывали наши ресурсы. Ресурсы наши? Показывали, показывали. Да. Ну, все тогда на этом. До свидания. Ну, все. С Богом. С Богом. Тебя. Да, смотрите. Вообще, такого я не ожидал. И ты, христиане, рассказывай о Христе, о спасении, чтобы после смерти в аду не оказаться людям. У вас. Все.